Тузик. Человеческая жестокость. Случайная встреча и спокойная старость доброй собаки. Мы с моей сестрой подкармливаем в своей частном секторе бездомных собачек и однажды заметили новую собачку. Она была довольно крупная и ни у кого в дворах она часто в секторе не появлялась. В стае наших бездомышей мы ее тоже раньше не наблюдали, поэтому сразу предположили, что это очередной подкидыш и мы решили подойти поближе посмотреть что произошло. Когда подошли к собаке мы увидели накинутую петлю, а нам было страшно, так как собака оказалась довольно крупной, но никакой агрессии она не проявляла. Пес просто спокойно смотрел на нас. Мы начали потихоньку подходить, чтобы в случае чего он нас не укусил, потому что мы не знали агрессивная она или нет, но собачка вела спокойно себя и мы не смогли не подойти к ней поближе. И под ней мы увидели то, что у него идет полоса от того, что ее раньше затягивали. Выглядело так, как будто собаку пытались повесить и она очень стала жалко этого старичка, потому что было видно, что собака очень добрая и мы начали думать куда ее пристроить, так как у самих много животных. В итоге вспомнили, что у нас в конце улицы есть мужчина фермер, у него свое хозяйство, довольно много животных и недавно говорил, что хочет какого-нибудь пса себе взять во двор, потому что я при этом недавно умер от старости и мы решили сходить узнать, можно ли его туда пристроить. Мы пошли к нему и пес без проблем пошел за нами. Пса к себе взяли, сейчас ему залечивают шею и откармливают, так как сначала он был очень худым, а мы иногда приходим навестить нашего найденыша. Эти две фотографии собачки сделаны уже во дворе хозяина, который приютил собаку, а песик уже спустя несколько недель привык к новому дому и уже спокойно бегает по двору, что свидетельствует о том, что он ранее явно был хозяйственным и так жестоко с ним хотели справиться бывшие хозяева в маразии, но видимо соба не удалось вырваться от этих нелюдей и убежать. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, узнаете еще много интересного.